Музыка Исполнительный директор Центрально-Азиатского экспертного клуба «Евразийское развитие» и тема «Влияние новых вызовов и угроз на региональную безопасность Центральной Азии». Микрофон камерон. Спасибо большое, Анна. Меня слышно, коллеги? Да, все хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить в столь авторитетном. В авторитетной платформе. Несмотря на то, что вспышка нового коронавируса началась в Китае, который граничит с Таджикистаном, наша страна находилась в числе стран, которые были свободны от коронавируса. И несмотря на это, Таджикистан всерьез воспринимал угрозу и закрытие границ. Вот эта вся проблема привела к тому, что Таджикистан сейчас уже сталкивается с огромным количеством как социальных, так и политических и экономических проблем. И несмотря на то, что для Таджикистана Китай является одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров, Таджикистан все-таки ввел ограничительные меры еще в начале января и закрыл государственную границу с Китаем и приостановил весь импорт из Китая. И это все привело к тому, что за практически два месяца ущерб экономике Таджикистана был оценен в размере более 1 миллиарда долларов, что для такой маленькой экономики Таджикистана является огромной суммой. Хочу отметить, что ключевой и важнейшей проблемой как для Таджикистана, так и для всего остального мира было то, что ни у одной из стран не было практического опыта противодействия глобальной пандемии. И когда весь мир ушел на карантин и были перекрыты государственные границы, фактически такие маленькие страны, как Таджикистан, остались одни. И вот в конце апреля официально у нас был зарегистрирован коронавирус и по состоянию на 7 мая более 400 человек заражены новой коронавирусной инфекцией и 10 человек уже ушли на тот свет. И следует еще отметить муссированную информационную панику в СМИ, которая имела самые негативные последствия на общественное мнение. И я думаю, что многие из наших коллег об этом знают. И, например, в начале марта по всему Таджикистану началась паника и население тоннами закупало муку, макароны, растительное масло. И правительство тогда успокоило население, сейчас паники нет. Но из-за того, что количество смертей и в общем соотношении зараженных и количество смертей у нас довольно высокое, и население, естественно, волнуется. И в это время Россия, Китай, Европейский Союз и другие страны оказали помощь в диагностике, в лечении этого коронавируса. И сейчас Таджикистан сталкивается с проблемой, когда у нас в ноябре уже запланировано проведение президентских выборов. Но Таджикистан является одним из немногих государств, который имеет опыт проведения выборов в период пандемии. Мы 1 марта в Таджикистане прошли парламентские выборы. 17 апреля у нас прошли выборы в Верховную Палату парламента, в Сенат Республики Таджикистан. И на сегодня нашей страной предпринимается ряд важнейших и неотложных шагов по недопущению массового распространения коронавируса на территории страны. Но необходимо отметить, что коронавирус был выявлен во всех регионах Таджикистана без исключения. И за этот период с января по апрель, до конца апреля, карантин прошли более 11 тысяч человек. И около 9 тысяч из них были выпущены. И 2 тысячи людей остаются под наблюдением врачей. И учитывая то, что система здравоохранения Таджикистана все еще находится в глубоком кризисе, так же, как и экономика для нашей страны, все-таки это очень большой вызов. Я хочу отметить, что коронавирус привело к тому, что всем нашим странам необходим новый подход и качественное иное видение тех международных и региональных интеграционных объединений, которые существуют на территории постсоветского пространства, в том числе УДКБ, ШОУС. И несмотря на то, что как в рамках УДКБ, так и в рамках даже СНГ были подписаны многочисленные документы о борьбе с инфекциями, ни один из этих документов не показал свою эффективность на практике. И, соответственно, необходимо отметить, что для Таджикистана, как и для всех остальных стран Центральной Азии, сейчас важна именно региональная кооперация, и поскольку и система здравоохранения, и социально-экономическое положение наших государств все-таки схожи, и для нас сейчас Таджикистан и наравне с другими государствами Центральной Азии борются с этой угрозой, конечно, не без помощи иностранных партнеров. И правительство Таджикистана на данный момент выделило около 3 миллионов долларов из государственного бюджета для профилактики распространения коронавируса. Но, несмотря на предпринимаемые меры, вероятность угрозы массового распространения коронавируса в Таджикистане велика, что может привести к переносу президентских выборов, которые намечены на 6 ноября 2020 года. И, соответственно, для того, чтобы, для воизбежания данного кризиса, помощь иностранных партнеров для Таджикистана очень важна, и социально-экономические последствия данного кризиса для нашей страны будут беспрецедентными. И на сегодня у нас в стране наблюдается острая нехватка и дефицит антивирусных препаратов и других медицинских препаратов, которые, несмотря на активную гуманитарную помощь со стороны партнеров по развитию, у нас наблюдается дефицит и, в том числе, и возможности здравоохранения. Несмотря на то, что ежегодно 7% бюджета и ВВП страны выделяются на сферу здравоохранения. И важнейшей проблемой для Таджикистана является то, что такие важнейшие отрасли комплекса общественной безопасности и безопасность здоровья населения, как микробиология, иммунология и вирусология практически неразвитые. Соответственно, для решения этой проблемы необходимо тесное сотрудничество с нашими основными партнерами, как по региону, так и за пределами региона. Если какие-то вопросы есть, удовольствием отвечу. Спасибо большое. Спасибо большое, Лаврон. Так, коллеги, я вопросов пока не вижу особенных. А нет, вот смотрите, есть интересный вопрос от Ивана Жукова. Правительство как-то объясняет факт непринятия своих граждан, работающих за рубежом? Необходимо отмечить, что до сих пор, с момента закрытия границ, то есть с середины марта, правительство никак не комментирует факт того, что в России и в других странах, кроме России, у нас 1200 граждан находятся за пределами страны, то есть в других странах. И вопрос возвращения трудовых мигрантов и других граждан, которые находятся за рубежом, выясняется и решается в частном порядке, в том числе и с Индией, где застроили более 100 граждан Таджикистана в Турции и других странах. Но, насколько нам известно, вопрос возвращения их в страну, то есть Таджикистан, пока не обсуждается из-за ограниченности и ограниченных возможностей нашей страны. Понятно, спасибо большое. Еще один вопрос, но я вас прошу отвечать, возможно, короче. Задает Андрей Кондратьев. Вопрос такой. В Таджикистане сейчас чувствуется ли тема нового пути, пояса, и сформировалось ли у местных лиц понимание, что это такое вообще, и что это надо для Таджикистана. А если это есть, то как на это влияет коронавирус? Вот такой вопрос. Понял, спасибо. Я так понял, нового пути, пояса, это китайский проект. Вроде бы это. По-другому написали. Безусловно, в Таджикистане это понимают, и Таджикистан является одной из первых стран, которая подписала с Китаем совместный план по реализации экономического пояса нового шелкового пути. И как у элит, так и у экспертов есть понимание, что это такое, что из себя представляет. И, безусловно, коронавирус не только влияет на китайский проект, но и на весь мировой порядок существующий. И по поводу ощущения и перспектив прихода туристов из Сирии, мы, безусловно, много раз об этом упомянули, что Таджикистан всерьез озадачен вопросом возвращения своих граждан. Это не те, которые воевали, а детей и женщин из Сирии и Ирака на территории Скульпт-Таджикистана. И мы по этому вопросу сотрудничаем, в том числе и с Россией, и с другими странами-партнерами по УДКБ и ШОС. Спасибо вам большое за выступление. Как всегда, приятно слушать голос коллег из другой страны. Спасибо. Спасибо.